Всем привет! Сегодня мы поговорим о тестировании, автоматизированном на веб-приложении на JavaScript. Поговорим о том, нужно ли тестировать, какие приложения нужно тестировать и с какими инструментами. Так, с чего начинаем? Вообще нужно ли тестировать JavaScript код? Есть очень много тестировщиков на Java. Целые отделы просто тестируют Java-приложения. Почему нету JS-тестировщиков? Почему, говорится, что-то можно тестировать на UI? Как бы там маленькое приложение. На самом деле с появлением фреймворков сложенных и с платформы Node.js больше логики, бизнес-логики реализована на UI. И с платформы Node.js, естественно, серверная часть тоже реализована на UI. И тестирование стало более важной частью. Что же такое? Почему оно не перекликивается? Не протестировали, видимо. Может быть, он не поделился? Ну, он работает. Давай так, я сейчас прям что-то сделаю. Ты достой, да? Что? Рассказывай. Окей, отлично. Вот, также зачем нам тестировать? Вот, первое, это будет у вас для организации кода. То есть, если у вас большое приложение, то написание тестов поможет вам держать ваш код организованным. То есть, вы не сможете протестировать такую кашу непонятного кода из костылей. Вот. Второе, это очистка, оптимизация кода. Следующий. Вот, смотрите, это какой-то у нас Истамбул. Это, как вам? В общем, это часть выдранная из моего проекта. Тестируем ангуляры. Вот мы тестируем директивы. У нас тут покрытие кода, то есть проценты. Вот, можно посмотреть покрытие бранчей, функции. Вот, и следующий. Кликаем на директивы, вот, мы можем наглядно увидеть, сколько раз мы заходим в какую-то функцию, заходим ли вообще. То есть, мы можем покрытие полностью увидеть. Может быть, у нас какие-то не тестируемые вообще левые функции, которые мы забыли когда-то удалить. То есть, это все будет видно, удалено, и, в общем, ваш код будет более организован. Ну, естественно, безболезненный код рефакторинг. Если вы собираетесь что-то изменять в приложении, улучшать его, вот, вы можете сделать изменения в одном модуле. Это взаимодействие понесет за собой изменения в другом модуле, и вы можете, вы можете, как бы, то есть, ваше предложение как гидра, то есть, вы там рубите одну голову, у вас отрубаются еще две. То есть, вы можете зайти в еще какой-то модуль, вы его не заметите, а тесты это всегда определят, и в этом вам очень помогут. Ну, поддержка кода. Если на ваш проект придут другие разработчики, они могут там что-то изменить, легко поломать, и они этого не заметят. Ну, и код это легко… Ой, тесты это легко определят. Вот, это ваша подушка безопасности. Вот, видели, вот, китайцы. То есть, тест упрощает дальнейшую поддержку и развитие приложения. Дальше. Вот, ну и чем больше становится программа, чем больше у нее появляется нового функционала, и чем сложнее его реализовать, не сломав что-то, то, что было раньше. Вот, больше кода, больше ошибок. Вот, и эта табличка с какой-то старой книжки, но она до сих пор актуальна. То есть, это плотность ошибок с изменением количества кода на вашей странице. Вот, и мы видим зависимость. Чем больше кода, тем больше ошибок, да. Как показывает следующая картинка. Вот. И считается, что время, затраченное на дебаггинг, на ручное тестирование, оно уменьшится. Вот, потому что тесты можно прогонять множество раз. Это юнит-тесты прогоняются очень быстро. Ну, вот. Так, когда вам не нужно писать тесты, когда у вас очень маленькое приложение, когда у вас нет бизнес-логики, вот, когда, да, и вы уверены, что в дальнейшем этот код не разрастется от гигантских размеров, и у вас не получится очень огромное приложение. Вот. Или у вас достаточно сложный проект, но вы ограничены в бюджете, вы очень сильно ограничены в сроках, или вы уверены, что вы не собираетесь вообще поддерживать этот проект, и вы покинете компанию, город, страну, или собираетесь сменить профессию. Тогда вам не обязательно тоже писать тесты. Вот. И начнем. С чего же начать? Первое — это юнит-тестирование. То есть это каждый модуль тестируется в отдельности. Этот кусочек полностью изолируется от другого кода и тестируется на предмет того, что он выполняет то, что нужно. Вот. Интеграционное тестирование — это когда все компоненты тестируются все вместе, то есть тестируется именно взаимодействие правильное. Ну, приемочные тесты — это потом уже заказчик кликает и говорит «все, окей». Вот. Так и задумывалось. Дальше. Так. Структура самого теста. У нас идет блок инициализации теста. Мы подключаем необходимые зависимости. Вот. Начинается тест describe. Мы там описываем… Ну, у нас идет описание модуля. Вот. В этом блоке может быть блок before each. Это код, который выполняется перед запуском каждого теста. Или before, который выполняется один раз. Вот. Дальше идет тело теста, в котором мы выполняем какие-то проверки. Вот. И далее блок завершения теста. Там auto each. Это, естественно, выполняется после каждого теста. И auto один раз. То есть мы там выходим из приложения, ну, делаем то, что нужно после завершения теста. Так. Самый популярный фреймворк для юнитестирования – это Jasmine. Вот. С появлением второй версии. Он уже более как бы функционаловый… В общем, он поддерживает синхронное тестирование. Вообще он очень классный. Вот. Синтаксис его простой. Тоже describe, block it, expect и to be. Есть еще тоже популярный фреймворк Mocha. По сравнению с ним, Jasmine… По сравнению с ним, Jasmine из коробки поддерживает вот это вот всякие матчеры, что Mocha не делать не умеет, и поддерживает Mocha. Попозже расскажу, что это такое. Вот. У Jasmine есть очень много матчеров. Вот. Можете посмотреть. И также есть листья приставка iNode. Это будет обратное. Также вы можете добавлять свои кастомные матчеры. Это очень удобно. Вот. Просто добавляете метод addMatchers и пишете свою кастомную какую-то функцию, которая проверяет на то, что вы напишете. Вот. ThisMessage – это сообщение, которое при ошибке валится. Вот. Все очень просто, удобно. Да. QUnit – это фреймворк для тестирования jQuery-приложений. Вот. Он разработан, естественно, разработчиком jQuery. Вот. Синтаксис очень похожий. Тест какое-то, писание и проверка. Вот. Матчеров не очень много. Вот. Но он тоже поддерживает синхронное тестирование. В общем, тоже очень хороший. Дальше. Фреймворк Mocha. Вот. Самый главный минус Mocha, потому что у него не содержится в коробке каких-то проверок. То есть у него должна быть обязательно с ним идти Assertion Library, то есть которая содержит всякие проверки. Вот. Методы для проверок. Карма. Есть тест-трайнеры. Это Карма и Протрактор. Вот. Они помогают автоматизировать запуск тестов, запускать тесты из консолей, прогонять все тесты при каждом сохранении, работая со всеми возможными фреймворками. Интеграция CI с Continuous Integration. Это Jenkins, Travis, Semaphore. Ну и позволяют прогонять тесты на нескольких браузеров, в том числе виртуальных. Это Phantom. Вот. Протрактор. Замечательный фреймворк, который сделан на основе WebDriver.js. Вот. Позволяет запускать тесты в реальном браузере. Вот. Для этого нужно… Для него нужен Selenium. В общем, у него очень много методов. И самое классное – это он позволяет на всех браузерах делать скриншоты. Вы можете зайти в репорты потом и посмотреть скриншот всех браузеров, которые он открыл и сделал тесты. Это, наверное, для любителей по пиксельному тестированию будет тоже, наверное, классно. Так. Помощники в тестировании. Самое сложное в тестах – это протестировать колбеки и асинхронные какие-то запросы. Вот. В этом есть помощники, фейковые методы, которые нам помогут. Это стаб, мог, испань. Первый – это стаб, как называемые стабовые данные. То есть вы записываете предполагаемое для получения нужного состояния тестируемого объекта. То есть вы заранее записываете какие-то данные, которые вам понадобятся в тестировании, чтобы, например, не подключать зависимости. Например, вы заправляете запрос в базу данных. То есть в тесте это делать вы можете этого не делать. Вы заранее подключаете какой-то объект и можете работать с ним. Стабы и моки очень похожи. Но моки применяются для проверки поведения какого-то. Стабы для состояния. Так, здесь мы мокаем объект. В тесте мы проверяем, если мы зайдем по какому-то адресу, то мы сразу записываем то, что нам вернет ответ. И в тесте уже потом протестируем. Это mocked responses. Ну и шпион. Тестовый шпион. Очень удобен, например, при тестировании калбеков. Он может отслеживать количество вызовов, их параметры и каждый вызов отдельности. Вот здесь мы ставим шпион на функцию setName. Вызываем ее с параметрами ira и проверяем, что вызвалось именно с этим параметром, с которым мы вызвали. Можно тестировать количество аргументов и так далее. Некоторые фэншуи по написанию тестов. То есть первое это single responsibility. То есть один тест, одно утверждение. То есть не надо писать. В одном тесте много ассортов, много-много-много проверок. Лучше разбить это на несколько тестов. Вот. Environment isolation. Не зависит от окружения, на котором они выполняются. Ну можно… То есть тест как можно… Юни-тест должен быть как можно более изолированный от окружающего кода. То есть просто отдельный метод. Ну, понятно. И плохая практика писать try-catch. Какие-то условные выражения, if else, циклы прогонять. Это тоже не стоит. Это все можно реализовать с помощью проверок. Ну и вообще, да, тестировать это весело. Можно тестировать с помощью котиков. Они вам будут очень благодарны. Они будут рады. Можно тестировать с помощью гремлинов. Есть такой замечательный фреймворк Gremlins. Gremlins.js. Это monkey-тестинг фреймворк. Он позволяет выпускать таких виртуальных гремлинов на вашу страничку. Давай дальше. Они будут бегать, бегать, бегать. Они будут кликать во все, где можно заполнять все формы. И вообще то, что вы им скажете, они будут делать. Они там раз в 10 миллисекунд, по-моему, они просто разбушевавшиеся гремлины. Есть кликер Gremlins, кликает на все, что можно. Форум филлер, заполняет формы, скроллит страничку, нажимает на клавиши на клавиатуре. И есть магвайи, которые ничего не делают, они просто наблюдают за страничкой. И Gizmo может остановить разбушевавшихся гремлинов. После десятой ошибки он их останавливает. Вы можете дописать своих гремлинов каких-то, можете кастомизировать тех гремлинов, которые есть. По-моему, это очень весело. Давай дальше. А, ну да, и вопросы. Вместо вопросов я бы лучше послушала, как у вас вообще есть тесты на проектах, и как это более, или вы наоборот рады, что вы это делаете, как время разработки увеличилось, уменьшилось. Ну вот.